Всем привет, ребят! Вы снова на канале Сын Бернар Бермут. Под предыдущим видео про мое утро с собакой вы просили меня подробнее рассказать про питание Бермута, что он кушает, поэтому я спешу это сделать. Кстати, я читаю все ваши комментарии под всеми моими видео, принимаю все ваши идеи для новых видеороликов. Вы просите нас снимать, мы снимаем. Вообще, я уже подробно рассказывала о питании моей собаки в своем инстаграме. Кстати, вам рекомендую подписаться на наш инстаграм, потому что мы там гораздо активнее. Все ссылки на наши социальные сети будут в описании, так что подписывайтесь. Итак, давайте же перейдем к сути видео. Чем питается моя собака порода Сын Бернар? Поехали! Бермут появился в нашей семье, когда ему было уже один год. До этого он жил у нашей заводчицы и питался сухим кормом карме. Вообще, корм хороший, его часто рекомендуют собачникам, но почему-то вермут он не подошел. Когда он стал жить у нас, он питался этим же кормом еще лет до трех с половиной. И примерно в этом возрасте у него стали проявляться явные признаки аллергии, такие как постоянно мокрые глаза, обильное выделение из носа и глаз, сыпь на животе, а также слабый стул. До этого мы относились к кормлению не так ответственно, как сейчас. Помимо корма мы давали ему кости, каши, мясо или овощи. И возможно, это вызвало такую реакцию организма. Потому что очень странно, что собака на протяжении трех лет ела определенный корм, и вдруг началась аллергия. Чтобы окончательно убедиться, что основной аллерген это корм, я убрала всю постороннюю еду из его рациона. На протяжении месяца верма питался исключительно кормом, но аллергия никуда не уходила, и состояние здоровья собаки не улучшалось. Видимо, этот корм вермуту не подошел, поэтому мы от него отказались раз и навсегда. Мы стали искать новый корм. Конечно же, в приоритете стояли цена и состав корма. Но пока мы определялись с кормом, я решил попробовать кормить вермута натуралкой. Перед историей нашего кормления натуралкой, я хотела бы вам сначала рассказать, что натуральное питание для собаки в себя включает. Натуральное питание включает в себя сырое мясо с костями, яйца, рыбу, кефир, творог, овощи и фрукты, ну и еще я давала кашу. Также я забыла назвать еще одну очень важную составляющую часть натурального питания, и это субпродукты. Такой едой я кормила вермута больше полутора месяцев, и что я могу по поводу этого сказать? Натуральное питание это очень здорово, и однозначно собака получает больше удовольствия от такой еды, чем от сухого корма. Самый главный плюс, который я для себя вынесла, это то, что у собаки ушел налет зубов, а также пропал неприятный запах из пасти. Но есть и свои минусы. Кормление натуралкой это дорого и занимает больше времени, чем кормление сухим кормом. У меня были некоторые проблемы с закупкой еды для собаки, потому что после школы у меня всегда очень много разных дополнительных занятий, и я частенько не успевала забежать в магазин, купить вермуту что-то из продуктов, поэтому мне приходилось просить это делать своих родителей. И это было для нас очень неудобно. Еще одна причина, из-за которой я отказалась от натурального питания, это то, что я боялась чего-то не додать вермуту. Волновалась, что питание будет несбалансированным и как-то отразится на его здоровье. Но это уже был мой страх, что не справлюсь, и поэтому решила не испытывать судьбу собаки. Сейчас вермут кушает сухой корм, и у нас все замечательно. Я не против натурального питания, а наоборот за, чтобы собака питалась натуралкой. Просто я не очень ответственная в плане кормления и испугалась, что что-то сделаю не так. Поэтому, если у вас есть возможность кормить свою собаку сырьем мясом, то кормите. Главное помните, что это нужно делать с умом, и обязательно следите за состоянием своей собаки. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, что вопросов больше не осталось. С радостью почитаю ваши комментарии по поводу кормления. Можете написать, чем питаются ваши собаки. Если видео понравилось, ставьте лайк, а также не забудьте подписаться на канал. Всем большое спасибо за просмотр, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok